Министерство образования и науки России предлагает вузам страны отменить комендантский час в студенческих общежитиях. Жалобы на неудобный режим поступают и от самих учащихся. Кроме того, запрет на посещение общежитий в любое время суток противоречит нормам российского законодательства. Вступили за студентов и либерал-демократы. Местное региональное отделение даже организовало сбор подписей около общежития Ивановского государственного университета. Это мероприятие родилось благодаря многим обращениям студентов, которые выступают против данного явления, так как считают его пережитком советского прошлого. Также они апеллируют тем, что многие из них, особенно на старших курсах, вынуждены работать. Студенты об отмене комендантского часа мечтают давно. Установленные ограничения с 23 часов до 6 утра вызывают неудобства для многих. Кроме того, невозможность попасть в общежитие ночью подвергает учащихся излишнему риску и опасности. Мы студенты пытаемся учиться и работать. И если человек работает в ночное время, он работает явно не всю ночь. И, соответственно, ему приходится до 5 где-то тусоваться, чтобы прийти в 5 часов в общежитие и лечь поспать. Когда он работает, например, до 2 часов ночи. Это, конечно же, неудобно. Ректора вузов к предложению Министерства образования и науки об отмене комендантского часа отнеслись без особого энтузиазма. Очевидно, что при новом режиме бабушек-вахтерш придется сменить на полноценную охрану. Может быть, многочисленные подписи студентов заставят руководство вузов изменить свое мнение. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.